6 января 2021 года запомнят как один из самых темных дней в истории Соединенных Штатов. Вместо дня, призванного стимулировать мирную передачу власти, среда запомнится как день, когда толпа, поощряемая и подстрекаемая президентом Трампом, ворвалась в Капитолий и, выбив окна, на дверях в палату представителей, создав вооруженное противостояние. Представить подобное в Вашингтоне, цитадели американской демократии, было невозможно. Полицейские наставляют оружие на протестующих, чтобы не пустить их в здание Капитолия. В Ротанде применяют слезоточивый газ, законодатели прячутся по кабинетам, экстремисты стоят на месте вице-президента в Сенате и сидят за столом спикера палаты представителей. Не менее тревожными были слова, использованные для описания происшедшего. Переворот, восстание, подстрекательство. Внезапно Соединенные Штаты начали сравнивать с условной банановой республикой, а столицы других стран стали проявлять беспокойство. Оказалось, что американская бойня это не то, с чем Трамп окончил, а то, что через 4 года из-за него случилось с тем самым зданием, где он приносил присягу. В результате беспорядков во время штурма Капитолия в Вашингтоне погибли 4 человека, как минимум 14 полицейских ранены и арестовано более 52 человек. Об этом заявили в полиции Вашингтона. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. До скорых встреч!